Издательство «Миф» представляет Предисловие И в этот момент нужно перестать давить на педаль газа или хотя бы чуть-чуть сбросить скорость. Иначе быть бедя. Либо канава неожиданно бросится под колеса, либо колючка проколет шину, либо за очередным поворотом притаилась пропасть. Что-нибудь да случится. Примета проверена и оплачена болью и кровью. Это правило работает и в бизнесе. Когда растешь, как гавайский бамбук, на дециметр в сутки, то не хочется вспоминать царя Соломона с его прозаическим «все пройдет, и это тоже». Хочешь гнать вперед, забыв о возможном кризисе, а он тут как тут. Кризис, как налоговый инспектор, всегда приходит неожиданно. А значит, к его приходу надо быть готовым всегда. Потому что, когда тебя настигнут проблемы, готовиться к ним будет поздно. Внимательные читатели и слушатели моих книг, бестселлеров гендиректора и бизнес по чуть-чуть, уже заметили, что каждый раз я возвращаюсь к одной и той же метафоре. Предпринимательство – это длинная автомобильная гонка с непредсказуемыми препятствиями. Возможно, сказывается моя собственная карьера. Ведь я всю жизнь продавал автомобили и продавал неплохо. Я построил компанию «Автоспеццентр», а это один из крупнейших в России авторитейлеров. Получил звание лучшего менеджера «Ауди» в Европе. За 15 лет увеличил капитализацию бизнеса в 115 раз. И могу утверждать, в ближайшие годы бизнес-гонка для всех нас будет проходить на трассе повышенной сложности. Такой подарок нам оставил коронакризис. Впрочем, это уже девятый кризис в моей карьере. В середине сытых нулевых у меня все было хорошо. Я, пилот-гонщик, разогнал свой болид до предельной скорости и летел по трассе. Мы тогда уже стали очень прибыльной компанией, росли-развивались, одно за другим строили предприятия. Но я уже ощущал беспокойство. То, о котором сказал выше. Если все слишком хорошо, сбрасывай газ, иначе обязательно что-нибудь случится. Как именно случается это самое что-нибудь, я к тому моменту уже знал. Проходил не один раз. В 1998-м, аккурат перед дефолтом, вместе с компаньонами мы вложили полтора миллиона долларов в наш первый дилерский салон Ауди-центр Таганка. Горизонт тогда казался безоблачным. Все цвело и благоухало, и даже мировые аналитики не предвещали никакой беды. И вдруг сначала азиатский кризис, а затем и наш собственный национальный дефолт, объявленный 17 августа. Это был самый страшный кризис в истории постсоветской России. Едва открывшийся салон оказался на грани банкротства. Мы всерьез думали закрываться, но все-таки решили стиснуть зубы и попытаться перетерпеть. Вернулись на рынок через полгода, в апреле 1999-го. Начали продавать сервис и запчасти, а торговли машинами даже не заикались. Но аппетит приходит во время еды, а азарт – во время работы. Уже в 2000-м мы стали автомобильным дилером номер один в стране. Однако я совершенно не хотел повторения 1998-го года. Повинуясь здоровому желанию предотвратить будущие кризисные потрясения или смягчить их последствия, я написал на обычном листе бумаги «Антикризисные шаги». И ниже – семь пунктов. Затем открыл лежавшую на столе папку «Важное» и вложил в нее заполненный с одной стороны антикризисный листок. В последующие месяцы мне в голову приходили новые ценные мысли и идеи. Тогда я доставал из папки свой скромный листочек и добавлял в него два-три пункта. Со временем лист оказался исписанным с двух сторон. На нем уместились 15 антикризисных шагов. «Ну, пока хватит», – решил я. И листок переехал в сейф. К документам, лицензиям, сертификатам. Честно говоря, я о нем даже забыл. Но пришла осень 2008-го года, и этот листочек меня спас. До 31 августа все было отлично. Ведущие аналитики с самыми честными лицами, перебивая друг друга, предрекали – через 3-5 лет автомобильный рынок России станет номером один в Европе. Мы верили и счастливо улыбались. Но наступил сентябрь, и клиентов как корова языком слезнуло. Новые не приходили, а еще не успевшие совсем исчезнуть, повалили забирать предоплату. Рынок метался между шоком и отчаянием. Незадолго до наступившего кошмара мы взяли кредит на 34 миллиона долларов в промсвязь банки под очень хорошую ставку – 9,8% годовых. Тогда все брали кредиты в долларах, потому что на фоне растущей нефти курс американской валюты неуклонно падал. Берешь по 27 рублей за доллар, отдаешь по 24. Сказка! Мы считали себя умными и мудрыми и тоже взяли валютный кредит. Но внезапно доллар пошел в рост. 25, 27, 30, 31, 32, 34. Контрольным выстрелом стало письмо из промсвязь банка. Будьте добры вернуть 34 миллиона долларов до 1 декабря. Не вернете? Ставка по кредиту вырастет с 9,8% до 16,5%. Все законно, в рамках кредитного договора. Мы с компаньонами были единодушны. Оба варианта смерти подобны. У нас уже было 10 предприятий. 7 работали, еще 3 должны были вот-вот открыться. Свою компанию мы оценивали в 100-110 миллионов долларов. Мы короли рынка. Но банку на это наплевать. 1 декабря он просто заберет ее у нас, владельцев, причем в рамках закона. Выплачивать кредит мы не сможем. Нас уже начал накрывать отрицательный денежный поток. Мы еле-еле продавали запчасти и сервисные услуги. И тут я вспомнил о своем антикризисном листочке. Отыскал его в сейфе, перечитал. И начал жестко и последовательно вводить в компании все некогда описанные 15 шагов. Первым делом мы резко снизили цены на весь модельный ряд. Стали продавать автомобили себе в убыток. Но это позволило быстро собрать деньги и вернуть Промсвязьбанку его 34 миллиона долларов. Параллельно мы начали тотальную оптимизацию. Избавились от всего необязательного. Нарастили эффективность. И уже в 2009 вновь стали рвать рынок. В 2013 году наша группа компаний «Автоспеццентр» достигла почти миллиардного оборота, и мы продали ее на пике рынка. До сих пор эта сделка считается самой удачной в российской автомобильной отрасли. Так сработал убористо исписанный мной листочек. Я взял новый лист и продолжил список. Вскоре у меня стало уже 35 антикризисных шагов инструментов. И я понял, эти два листочка непременно перерастут в книгу, которая станет настольной для эффективного руководителя, умеющего вовремя убирать ногу с педали газа и выживать в эпоху любых перемен. Просто перетерпеть кризис мало, нужно суметь им воспользоваться. Такова моя принципиальная установка. Если ты умный и компетентный руководитель, всегда превращай минус в плюс. Времена не выбирают. В них живут и побеждают, если перефразировать известную песню. Журнал Harvard Business Review опубликовал результаты исследования, в ходе которого ученые рассматривали 4700 публичных компаний, оказавшихся в трудном положении в течение последних трех экономических кризисов. 17% бизнесов обанкротились. Но, как ни удивительно, около 9% из той же выборки по окончании рецессии не только восстановили свои позиции, но и рванули вперед, оставив конкурентов далеко позади. Остальные либо восстановились в прежнем объеме, либо выжили, но понесли существенные потери. Вопрос. В чем разница стратегий погибших, просто выживших и преуспевших? Ответ. Просто выжившие пошли по пути сокращения расходов. Они смогли удержаться на плаву, но не сумели вернуться к прежним показателям. Пример – корпорация Sony. Она сильно сократила издержки, но упустила рынок и до сих пор не может наверстать упущенное. Те, кто смог восстановиться в прежнем объеме, взял курс на рывок. Они инвестировали больше, чем их соседи по рынку. Так поступили 26% компаний, например, Хьюллетт Паккарт. Однако в результате своих дерзких действий они упустили операционку. И их тоже обошли конкуренты. Самой выигрышной оказалась стратегия тех, кто искал и нашел баланс между сокращением расходов и инвестированием. Так поступили, например, менеджеры Samsung. Они предприняли умеренные сокращения расходов. И в результате, после кризиса, компания удвоила свою прибыль. Экономические потрясения – это время идти на обгон. И на еще один обгон. И на следующий. Потому что другие участники движения один за одним съезжают на обочину. Корона нефтяной – уже девятый кризис, с которым я столкнулся за свою 30-летнюю карьеру. Некоторые из моих кризисов были локальными. Например, в начале 1990-х, когда в одночасье рухнул Тверь-Универсал-Банк, если кто еще помнит такой, мы остались совсем без денег. Далее мы прошли и через национальные, и через мировые кризисы. Раньше я относился к ним как к неизбежным и непредсказуемым экономическим катаклизмам, подобным наводнениям или торнадо. Но теперь мы входим в эпоху, когда кризис становится тотальным и постоянным. На многие годы, если не навсегда, он станет естественной средой нашего обитания. Человечество вступает в череду тектонических перемен. Скорость их такова, что между очередными скачками будет просто некогда вздохнуть. Евросоюз шатается. Что будет с долларом – непонятно. Чья экономика круче – американская или китайская? А что с экологией? Все эти факторы нестабильности – триггеры новых перипетий. В этих условиях ранее нетождественные понятия «менеджмент» и «антикризисный менеджмент» становятся синонимами. И если вы до сих пор не обладаете навыками управления бизнесом в условиях тотальной нестабильности, то можете смело сочинять заявление на биржу труда. Оно вам очень скоро понадобится. А теперь главное. Единственный способ сохранить в двадцатые годы двадцать первого века свой бизнес или хотя бы работу – получение новых знаний. Альберт Эйнштейн сказал, невозможно решить проблему, оставаясь ментально на том же уровне, на котором она появилась. Применительно к сегодняшнему дню это означает. Эффективный менеджер должен постоянно кормить свой интеллект новыми знаниями. А вот великое изречение еще одного моего старого приятеля, Конфуция. «Бесполезно знание без действия. Опасно действие без знаний». От себя добавлю. В период кризиса особенно опасно бездействие без знаний. Руководитель, который не умеет учиться, сегодня продолжает делать то же, что делал вчера, хотя условия стали уже принципиально другими. И как первая упавшая костяшка домино, такой руководитель запускает цепную реакцию, которая рушит все, что было построено ранее. В компании появляется отрицательный денежный поток. Не выполняются обязательства. Сотрудники разбегаются. Партнеры больше не партнеры. Покупатели видят, что компания гибнет и уходит к конкурентам. Занавес. Цель этой книги – обогатить миллионы руководителей новыми знаниями и решимостью действовать. Я убежден, у каждого собственника или генерального директора в сейфе должен лежать собственный антикризисный листок. Берите из этой книги базу, знания и инструменты. Составляйте собственный рецепт выживания, учитывая специфику своего бизнеса. И выводите компанию из кризиса и на новые рубежи. Признаюсь, мне больно видеть множество отличных ребят, собственников или руководителей, которые трудятся от забора до заката, тратят огромное количество физической и ментальной энергии и все равно не преуспевают. Тоже знаете таких? Подарите им эту аудиокнигу. За 30 лет в бизнесе я прочитал десятки работ по антикризисному управлению. Многие из них очень сложны, напичканы таблицами, графиками и расчетами. Это не мой путь. Я за простоту, особенно в непростые времена. Свою книгу я так и писал по принципу, чем проще, тем лучше. В ней не только менеджерские лайфхаки и хитрости, но и жизненный опыт, который можно применить в любые времена и в любой отрасли. Слушайте и действуйте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!